Украинский генпрокурор Украинский генпрокурор В первую очередь в Семеновке В населенном пункте Андреевка Также на Черевковке Суть это главные выезды Из Славянска И вот стоит сказать, что мы располагаем подробностями Боя в Семеновке Так известно, что украинские силовики Пытались дважды штурмовать позиции Бойцов народной самообороны Проводили артиллерийскую подготовку Стреляли из тяжелых гаубиц Самоходных артиллерийских установок Акация калибр 152 мм Использовали 120 мм минометы Активно применяли 30 мм пушки Также после артиллерийского обстрела Начала работать авиация Дальний, так называемый дальний блокпост В Семеновке Обстреляли вертолеты Ми-24 В небо были подняты самолеты Су-25 и Су-27 Авиация нанесла удары По позициям бойцов народной самообороны После чего бронетехника двинулась на блокпосты Стреляли из танков Стреляли из 122 мм орудий Ополченцы достаточно давно удерживают Семеновку Успели там окопаться Но есть сообщение о жертвах Среди бойцов народной самообороны Так в частности известно, что в результате попыток Двух штурмов Погибло два человека в Семеновке Несколько получили тяжелые ранения Их доставляют в госпиталь в Славянск Оказывают первую необходимую помощь Сейчас в Семеновке относительное затишье По данным бойцов народной самообороны Украинская армия использует это время для того, чтобы перегруппироваться И сейчас там ждут третью попытку штурма Также стрельба была слышна в районе железнодорожного вокзала в Славянске Это направление в сторону Андреевки Украинские силовики били из артиллерии С господствующей высоты горы Карачун До сих пор слышны звуки артиллерийских залпов Также стрельба из автоматического оружия По сути сейчас со всех сторон идут локальные боестолкновения Теперь главный вопрос Когда украинская армия будет готова перейти в наступление Судя по той активности, которая наблюдалась сегодня в первую половину дня Украинские военнослужащие готовятся штурмовать город Для этого им необходимо взять под контроль позиции бойцов народного ополчения На въезда в город Марат Евгений, ну вот как раз информация, касающаяся возможного нового штурма Подтверждается ли новость о том, что очередная колонна бронетехники усиленная движется к городу? Марат, как я уже сказал, украинские силовики используют танки, бронетранспортеры, боевые машины, десанты Для того, чтобы штурмовать позиции бойцов народной самообороны Накануне дополнительная бронетехника была стянута к населенному пункту Малиновка на гору Карачун И сейчас в ходе этой утренней операции украинская армия активно использует танки и бронетранспортеры Действительно было замечено движение бронетехники в сторону Славянска Более того, были слышны залпы из танковых пушек Танки стреляли по позициям в населенном пункте Семеновка Также по позициям в населенном пункте Андреевка Стоит сказать, что украинские силовики активно используют беспилотники Для того, чтобы проводить разведку местности Над Славянском сегодня все утро кружил беспилотный летательный аппарат Бойцы народной самообороны располагают вооружением, которое позволяет сбивать самолеты В частности, в их распоряжении есть приносные зенитно-ракетные комплексы Зенитные установки, они активно сегодня стреляли в сторону и вертолетов, и самолетов По непроверенным данным, также был обстрелян самолет Су-25, так называемый Грач Это бомбардировщик, но вот пока данные уточняются о повреждениях этого самолета Также бойцы народной самообороны сообщают, что украинские силовики несут значительные потери В населенном пункте Семеновка пока сводных цифр как с одной, так и с другой стороны не поступало Марат, да, Женя, спасибо